Привет! Я хотела бы в этом видео немножко подробнее рассказать про практику Тонг Лен. Это чудесная практика, которая помогает нам очень во многих вещах. Например, она помогает нам развивать сострадание, она помогает нам открывать сердце, она помогает нам проживать какие-то сложные чувства свои, проще, она помогает нам развивать мудрость и еще много-много-много других вещей. И заключается практика в следующем. В зависимости от того, какие чувства вы испытываете, положительные, позитивные или негативные, вы поступаете следующим образом. Если вы проживаете какое-то сложное чувство, сложное состояние, то вы представляете, что вот в этот же самый момент в мире есть миллионы людей, которые проживают то же самое. И вы вдыхаете на вдохе это чувство за всех этих людей в свое сердце, а выдыхаете сострадание к себе и к ним. Что бы мы ни испытывали, даже если вы испытываете в этот момент ненависть к себе или ненависть к другому человеку, или вы испытываете стыд, или вы испытываете любые другие сложные отчаяния, любые другие переживания, представьте, что в этот же самый момент очень много других людей испытывают то же самое. И вы просто на вдохе вдыхаете за них, за всех это чувство в свое сердце, и на выдохе выдыхаете сострадание. Например, Пема Чадрон в своей книге одной из приводит такой пример, что если вы идете по улице и видите вдалеке, как хозяин бьет свою собаку, вы можете почувствовать жесткость его сердца и вдыхать эту жесткость, и выдыхать сострадание ко всем, кто пока находится вот в этом состоянии, потому что это действительно страдание. Вы можете вдыхать чувство, которое может испытывать в этот момент собака, и выдыхать сострадание ко всем живым существам, которые испытывают это в настоящий момент. И вы можете вдыхать свое отчаяние, или свою беспомощность, и невозможность помочь или боль, которую вы чувствуете в связи с тем, что вы видите, и выдыхать сострадание ко всем другим живым существам, которые чувствуют то же самое. Я уже рассказывала в вебинаре в одном из, о том, что когда я возвращалась из монастыря в очередной раз и сидела в зале ожидания аэропорта, и мимо проходил очень грубый мужчина, которая исходила во всех направлениях, и у меня все сжималось внутри от этого ощущения грубости, и он достаточно резко плюхнулся через одно сиденье от меня, так что вся скамейка закачалась, и я просто стала вдыхать вот это ощущение грубости, которое есть в его сердце, и я в тот момент заплакала, потому что я почувствовала, что это приносит в его жизни очень много страданий, то есть он просто настолько груб, что он не чувствует жизни, он не чувствует, возможно, радости от того, что сердце закрыто очень сильно. И одновременно с этим я вдыхала свой страх, связанный с грубостью, страх вот этой грубой силы, страх быть рядом с такой силой, потому что очень много живых существ испытывает то же самое. И это помогло мне, с одной стороны, не испытывать осуждения и отторжения по отношению к нему, и одновременно с этим не испытывать осуждения и какого-то давления по отношению к себе, что я обязательно должна чувствовать сострадание сейчас. То есть мы вдыхаем то, что есть, и выдыхаем сострадание ко всем живым существам, которые испытывают то же самое. Даже если вы в настоящий момент поступаете жестко по отношению к своему ребенку, например, которого любите и не хотите так поступать, или вы раз за разом совершаете какую-то другую ошибку, которую вы предпочли бы не совершать и так далее, попробуйте в этот момент вот просто выполнить такую практику и вдыхать вот эти состояния, выдыхать сострадание ко всем живым существам. Очень хорошо использовать эту технику в те моменты, когда вы чувствуете неловкость и какими-то мелкими движениями пытаетесь ее замаскировать. То есть у нас у всех есть какие-то телесные привычки, которые мы запускаем в тот момент, когда мы чувствуем стеснение, неловкость. Мы начинаем там или двигаться как-то, или мы начинаем говорить определенным тоном определенные вещи, заполнять паузы, извиняться или делать еще что-то. У каждого из нас свои есть привычные некоторые автоматизмы. И вот в этот момент, когда вы чувствуете, что тело хочет опять среагировать привычным образом на неловкость, на стеснение, останьтесь вместе с чувствами, просто вдыхайте их в свое сердце, выдыхайте сострадание ко всем, кто чувствует то же самое в настоящий момент. Это то, что касается каких-то сложных переживаний. Если, напротив, вы чувствуете что-то хорошее, то вот этими хорошими чувствами мы делимся, мы как бы щедро разделяем их со всеми живыми существами. То есть мы на выдохе, мы просто делимся тем, что мы чувствуем со всеми живыми существами. Пусть все живые существа почувствуют сейчас то же самое. Пусть этот человек почувствует то, что чувствую я. Или пусть другие живые существа почувствуют то, что чувствую я в настоящий момент. То есть мы делимся, делимся, делимся теми чувствами хорошими, которые у нас есть. И таким образом, что еще мы практикуем? Мы практикуем не отстраняться, не отгораживаться от того, с чем мы не хотим сталкиваться, то есть от неприятного в своей жизни. И не удерживать, не хвататься за приятное в своей жизни, потому что это два способа создания кармы. То есть когда мы хотим отделиться или ненавидим, испытываем какие-то неприятные эмоции относительно чего-то сложного в своей жизни, то есть я не хочу чувствовать это, хочу как-то отделиться от этого. И когда мы, наоборот, стремимся удержаться, ухватиться за что-то приятное в своей жизни, опять же мы формируем негативную карму. Поэтому когда мы практикуем вот эту технику Тонг Лен, то мы как раз еще и нарабатываем новый очень мудрый механизм реакции на жизненные события. Поэтому я хотела поделиться этой практикой, этой техникой. Пробуйте задавать вопросы и наблюдайте, как это изменит вашу жизнь и ваши отношения с собственными чувствами в этой жизни.